Самара – родина баяна. Знаменитый меценат и композитер Павел Челков, его автор. Еще будучи юношей, он открыл мастерскую в городе, где и смастерил первый отечественный баян. Теперь весь мир играет на нем. Мы совершенно официально можем считать и заявляем, что Самара – родина баяна. И этот инструмент, который здесь родился, он шагает по всему миру. И на нем играет весь мир. И мы должны с вами, не должны, а можем гордиться тем, что у нас родился такой инструмент, которым пользуется весь мир. Это же уникально, правда ведь? Также Самара славится своим фестивалем «Виват Баян». Сергей Войтенко предложил увековечить этот исторический факт тем, чтобы поставить монумент русскому голосу. Эскизы художников уже во всех соцсетях музыканта. Имена авторов пока держатся в секрете. Арт-объект планируется интерактивный. При прикосновении скульптура будет издавать звуки, а по вечерам светится. Путем голосования выберут лучший рисунок, и по нему уже будут делать памятник. Ну и про «Виват Баян» тоже не могу сказать. 15 лет этому фестивалю Сергей его придумал, Сергей его и сделал. И сейчас это, наверное, тоже один из брендов такой культурной жизни нашего региона. Итоги голосования подведут 12 ноября. В этот же день в филармонии состоится благотворительный концерт, деньги с которого пойдут на создание арт-объекта. С концерта планируют собрать около 300 тысяч рублей. Всего же необходимо от 2 до 4 миллионов рублей. Точное место, где будет поставлен монумент, неизвестно. Но, скорее всего, это будет исторический центр города, где располагалась мастерская Чулкова. Скульптуру планируют поставить к весне следующего года, в преддверии Мундиаля. Новая достопримечательность станет визитной карточкой Самары. Данил Лучко, Сергей Баскин, События.